Привет! Вы на канале Иришка Мими, и сегодня я покажу, как же я ухаживаю за своими волосами. Но особого подхода я какого-то не использую, просто сейчас я же окрашена, меня подружка покрасила, когда приезжала к нам в гости, вот видите, это не натуральные мои кончики, натуральные у меня корни. Вот, и сейчас я использую вот такие вот шампуни, это тестеры, но я куплю себе, когда вот закончится, куплю вот эту линейку от Вэллы для окрашенных волос, обязательно, кондишн, обязательно, Ирка сказала, эта подружка, что нужно его использовать, она парикмахер. Вот я использую. Сколько примерно такие шампуни и кондиционер стоят? В районе 1000 рублей, вот за шампунь 1000 и за кондиционер. В сумме выйдет 2000, но это я прям много беру, возможно чуть дешевле. Я еще не покупала, точно не знаю, но у меня уже Вэлла была, только не для окрашенных волос. Ну вот, 800 рублей за шампунь, там 900, зависит от того, там, типа для увлажнения или что-то там еще. Дальше, как правильно их надо сушить? Во-первых, мы помыли с кондиционером, там, помыли волосы. Голову как надо правильно мыть? Не нужно мыть кончики, вот это ничего, нужно мыть, именно массировать голову шампунем. Я мою два раза голову, смываю, затем наношу маску, ой, кондиционер на кончики волос, примерно до сюда вот наношу. Если наносить выше, то когда вы уже высушите свою голову, волосы будут как будто жирные такие, тяжелые. Это потому что кондиционер, если вы на корни нанесете, не нужно этого делать. Дальше что? Смотрите, у меня есть фен, похвасталась, да, и нужно высушить правильно волосы. Я раньше сама не знала, меня Ирка научила. Нужно сушить не вот так волосы все по длине, а вот у меня есть такая насадка специальная, я ее сейчас снимаю. Я сняла, минуточку, так, волосы, и вот этой штукой я сушу только корни, длину я не трогаю. Вот так вот я отодвигаю там, вот так, и буду сушить сейчас. Погнали. Корни я подсушила, они такие сухие, смотрите, а кончики влажные. И теперь нужно распределить, минутку, распределить наши волосы. Ну, во-первых, если у вас есть пробор, его сделать вот такой расческой мы будем все делать. Нужно приобрести, если нет, потому что, как Ирка сказала, нужно сушить волосы именно этой расчесочкой, вот такой вот кругленькой. Не знаю, как она правильно называется, браш или как-то бра. Хрен знает, честно говоря, я не парикмахер, вам не расскажу. И смотрите, у меня достаточно уже подсохли волосы, но они еще влажные. Я использую масло для волос специально у меня вот такой фирмы. Ши, си, ши, вот так вот. Она выглядит, мне достаточно надолго его хватает, на 2-3 месяца. Его много использовать не надо. На увлажненные волосы вы можете, на самом деле, уже и на сухие наносить, но я вот на влажные ношу. Беру немножечко, вот прям капелюсечко, не знаю, вам видно. Вот, видите, немножечко. Его размазываю на руках, вот так вот. И вот на кончики наношу наши волосы. Если вы не используете масло, нужно какие-то другие увлажняющие средства обязательно для волос использовать, потому что так вы пересушите волосы. И тогда они будут у вас сухие. Такие вот дела. Какой-нибудь спрей, может быть, или еще что-то, крема. Вот у Ирка используется специальные крема, которые тоже вытягивают волосы, не дают им пушиться. Они тоже продаются в специальных профмагазинах для волос. Я не знаю, там шампуни продаются, вся такая бытовая химия. В общем, теперь я что делаю? Во-первых, нужно разделить волосы. Я уже сказала, да? Сейчас теперь мне нужно вот так вот первую часть, верхнюю часть, нижнюю оставить. И вот эту вот верхнюю часть я на одну сторону перекидываю. У меня есть заколочка, я заколочкой закалываю. Чтобы они мне не мешались. Вот у меня остался не такой большой кулачок волос. Я одеваю обратную насадку на фен. И его можно регулировать, как удобно. Сейчас я сначала подберу, как мне будет удобно, по руке. Вот. Давайте поудобнее сяду. И вот, допустим, вот так у меня будет сушить. Не так? Да, удобно. И все. И начинаю. И нужно сушить так, смотрите. Вытягивать по чуть-чуть и прокручивать расчесочку. И тянуть. И вдоль расчески феном вот так проходить. Вытягивать наши волосики. Вых! А если вы хотите более кудрявые, такие волнистые, то... Я еще, правда, не пробовала так делать. То надо делать вот так. Вы тоже вытягивайте, вытягивайте, сушите. Сушите их феном вот так. Сейчас покажу, где там фен. Сушите, да. И тут надо подстраиваться как-то вот так. И, короче, по кругу вот так расческу крутить, крутить, крутить. И вот тогда они будут закручиваться. Ну, в общем, это я еще не практиковала, не училась. Мне бы хорошо научиться бы их просто высушивать под прямой. Ну, погнали. Я еще не профи. Я, наверное, сушила раз пять только. Именно этим способом. И повторяем. Они более-менее подсохли, но еще не до конца. Я буду сушить их дальше. И потом уже в конце эту половину пройдусь полностью расческой сейчас. У меня волосики жиденькие, поэтому мне прям слишком долго сушить не нужно, потому что как бы... Блин, пробор уехал, ну да ладно. Мне не выступать никуда не надо, поэтому... Вот, смотрите. У меня жиденькие волосики, я достаточно быстро их сушу. У кого густые волосы, вам, конечно, будет долго. Пока я сушила волосы, смотрите, у меня тут уже подсохло и видна разница, да? Тут они более такие прямые, что ли. А здесь они такие небрежные. Но, с другой стороны, возможно, смотрятся даже неплохо, так естественно. Но, не знаю, если походить днем с такой вот прической, то они более такие лохматые становятся, неприкольные. А с этой стороны они сейчас такие пышные от того, что они чистые и только посушил их. А днем, когда хочешь, они более порелизанные становятся и гладкими смотрятся. У меня самое волнистое, я уже говорила, да? Ладно, погнали дальше. Сушить волосы. Ну, собственно, я подсушила волосы. Не очень-то это долго и заняло у меня. Но если куда-то вы торопитесь, то скорее я бы так долго не стала сушить. Вы прям, я так быстренько бы посушила. Но вот правильно сушить так, если вы хотите какую-то более-менее укладочку. Что вам еще вот такого рассказать про волосы? Больше никак я за ним, наверное, не ухаживаю. Если какая-то солнечная погода, у меня есть тоже от Вэллы, фирмы Вэллы, вот, спрей защитный. Чтобы когда яркое попадание на солнце, но сейчас уже все сентябрь. Поэтому никакого солнца, нам здесь уже холодно, мы уже в куртках ходим. Так что, ну и раз у меня канал про крыс, то мои крыски боятся фена. Ну и вообще мне даже, кажется, любые животные боятся фена, звука. И поэтому не стоит их сушить феном. И вообще крыс мыть нельзя. Об этом вы можете посмотреть видео на моем ютубе. Называется видео «Можно ли мыть крыс?» Вот. Волосы у меня сухие, но немножко сыроватые. Это нормально, ничего страшного. Я сейчас на улицу не собираюсь идти никуда. Поэтому они подсохнут у меня достаточно. Главное, чтобы волосы, вот, вы помылись. И нельзя их оставлять сырыми. Потому что тогда сам волосик, он тянется. Вот, ну, он сырой и он тяжелый. И он тянется. И волосы становятся такими гибкими и ломкими. Короче, это неправильно. И моя подружка Парикмахер сказала, что волосы обязательно нужно сушить феном. Вот. Даже если вы куда-то торопитесь, хотя бы подсушить нельзя оставлять сырыми. А тем более ложиться с ними спать на ночь. Вот. Знаете, как в ломак порой, вот сейчас уже вечер, я все это, дела переделала. И такая, блин, надо голову помыть. Как же в ломак? Не просто помыть голову, помыть-то пофигу. А потом ее сушить, думаешь, а вот это феном выпрямлять, сидеть, что-то там накручивать. О-о-о-о, в ломак порой это делать, но приходится. Вот такие дела. Ну, выглядит, конечно, может быть, на видео не передается. Я выгляжу на видео, как, не знаю, какая-то собака. Честно говоря, какая-то потрепанная псина. Но, в принципе, вживую, если увидеть не через камеру, то выглядит нормально. Плюс, если пододеться, как-нибудь не просто в топике домашнем быть. Вот. Плюс можно проборчик там в другую сторону сделать сюда, туда. Ну, короче, ребята, вы поняли. У меня же пробор съехал, я даже не знаю, где, где, как. Вот, вот так. Все. На этом мое бесполезное видео, или кому-то даже полезное, подходит к концу. Спасибо, что смотрите. Спасибо, что смотрите. Ставьте лайкосики, да, какая вам рифма дала. И напишите, пожалуйста, в комментариях, что бы вы еще хотели посмотреть. Не про крыс. Не про крыс. Тема не про крыс. Потому что про крыс-то я знаю, что снимать. А вот такую свою повседневную жизнь. Не знаю, видите, сегодня получилось такое видео, как я, в принципе, сушу голову, да, что я использовала какие-то шампуни. Мне кажется, это неинтересно. Но посмотрим, вдруг кому зайдет. Вот. Кто напишет, 24 часа сними про крысы. Ребята, я не сниму, конечно же, это видео, но... Как вы себе это представляете? 24 часа крысы. Я же не буду снимать видео на 24 часа. Нет, это жесть, конечно. Я же 24 часа, я же ночью, например, сама сплю, да. И мои крысы днем, да, они большую часть моей крысы спят. Что мне вам снимать, как они спят? Но это же неинтересно. Я сниму самые такие прикольные моментики и выложу. И назову видео 24 часа с крысами, конечно же. Но это не будет такое, что я слежу за ними 24 на 7, это странно. Вот. Так, запомнили комментарии, видео не про крысы. Чтобы вам еще было интересно посмотреть. Все. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok